Часто, когда мы продвигаем сайт, мы считаем, что наш сайт самый лучший, его контент уже достаточен, вы уже заплатили дизайнеру и он действительно хорош. Меня зовут Николай Шмичков и я сейчас скажу, почему нужно создавать контент, который действительно дает результат и почему это важно для продвижения сайта. Поехали! В первую очередь я бы хотел, чтобы мы изучили пример, с чего это все начинается. Я зашел в веб-архив одного из наших клиентов, который сделал редизайн сайта и действительно добился результата. Я посмотрел историю его сайта, когда его отдельные страницы не приносили никаких результатов, когда они попросту даже не были в топе. Эти странички, которые мы видели, выглядели примерно так. Текст был написан копирайтером, написан просто был в формате, хотя был в целом неплохой, но он был скрытым и находился... Да, есть определенные лимиты, которые очень хорошие, это цена, собственно отзывы, то есть вроде бы все неплохо и аккуратно. И действительно, вроде бы смотришь, что сайт хорош, в принципе то, что нужно, оно достаточно. Но на самом деле нет, сайт действительно, эта страничка упала и она не ранжировалась. Действительно, по этому сайту проводилась, ну действительно, масштабная работа по его редизайну. Можно даже сейчас посмотреть, допустим, даже банально, как страничка выглядела в девятнадцатом году. И, конечно же, посмотреть, что менялось. И на самом деле, редизайн сайта проводился регулярно. Почему так? Потому что действительно над контентом нужно работать. И здесь я бы хотел выразить внимание, что не всегда у вас есть возможность, конечно, посмотреть по конкурентам, как часто они это делали. Но всегда вы можете это сделать. И помните, что ни один сайт не остался в старом дизайне, как он был. Для этих целей существует такой тул, как вейбок машины. Вы можете посмотреть на любой дизайн и сравнить любые позиции. Как мы видим сейчас, в данный момент она не меняется, не получается вытащить. Ну давайте посмотрим, как эта страничка выглядит сейчас. А она выглядит именно вот так. И сейчас эта страничка выглядит стильно. Она здесь изменилась, она кардинально изменилась. В ней, вроде бы, видите, узнаете старые элементы, но вы видите, что контента добавилось много. И самое главное, что он добавился, как говорится, более развернутый. У себя добавились там мейты, добавились статьи, добавились показания противопоказания, добавились вопросы и ответы. То есть смотришь, контент стал таким совершенно насыщенным. Много чего в нем добавилось, изменилось. И, конечно же, если посмотреть запрос имплантации зубовки, то по этому запросу мы можем увидеть, что страничка занимает первую позицию. И имеет хорошую микроразменку, классный сниппет и подписанную методанную. И, конечно, самое главное, имеет даже сниппет с ценой, сниппет с рейтингом и быстрой ссылки. Это действительно то, к чему нужно стремиться, работая над контентом. До этого эта страничка не имела даже таких показателей. Итак, немножечко, собственно, выводов. Если же мы изучим у этой странички, в частности, ее органику, мы увидим интересную картину. Мы видим, что в ноябре у нее был в прошлом году пик позиций, потом она упала, но потом она резко наверстала обратно позиции. Что же произошло? Вроде бы ничего не менялось. Вы скажете, Николай, так, наверное, тут явно был какой-то нюанс, что-то там техническое, либо там нарастили ссылки, и она поднялась. Нет, ссылок даже стало меньше. То есть на эту страничку ссылки перестали делаться в принципе. Здесь реально менялся только дизайн контента, только переработалась страничка. То есть в ноябре по каким-то причинам страничка выпала, на ней переработали контент, и она наверстала позиции, и даже сейчас набирает обратно даже позиции, которые, возможно, даже не были, ну, не набирала тех, которые набирала в прошлом. То есть если мы посмотрим, что страничка действительно растет, просто потому что не обновился дизайн. Действительно так. Для того, чтобы ваша страничка обратно значила набирать позиции, которая просила и упала вы должны просто заняться контентом и переработать его и помните что контент это не просто текст помните на первой страничке был просто написанный текст google уже давным давно на это не обращает внимание очень важно не просто написанная простая текста а важно как он расположен насколько он читабельно то есть на ваш текст влияет несколько показателей как собственно написанный текст так и поведенческие факторы которые используют пользователи которые оставляют пользователи читая ваш что-то пролистывая взаимодействуя с ними изучая сколько времени на них проводит заказываю услугу после прочтения материала все это влияет на ваш поведенческий фактор и образом и определяется качество почему я выбрал этот пример да потому что этот сайт медицинский и к нему требования по качеству контента максимально поэтому поводу я записал несколько подкастов и большая статья про продвижение медицинских сайтов и именно по этой странице вы можете увидеть насколько она проработана качественно насколько в ней хороший контент насколько действительно заботишь о том чтобы сделать все здесь сделали все и содержание навигации микроразметку на самом деле здесь работа проведена по этой страничке видно что колоссально и сделаны многие вещи которые рекомендуются относительно продвижения ресурса поэтому возвращаемся к нашему моменту контент это не просто набор символов контент это то как он еще представлен давайте резюмируем что такое качественный контент во-первых это контент который соответствует намерению пользователей который конечно же экспертный и конечно же актуальный на сегодняшний день и очень важно чтобы контент был легко читаемым хорошо прописан и содержал исчерпывающую достаточную информацию по поисковому запросу собственно самый главный показатель действительно это намерение пользователей если вы что-то вбиваете в гугле гугл уже давным-давно подсказывает вам ответы сразу в виде так называемых своих собственных расширенных сниппетов но не только же одними расширенные сниппетами как говорится мы пользуемся мы переходим на первые странички результатов и само собой гугл точно также выбирает на первой страничке результатов те сайты которые по его мнению чаще всего пользователи переходят по таким же либо похожим запросам и поэтому действительно очень важно бороться за качество контента а не просто соответствовать семантики не спорю вхождение ключевых слов заголовки важно не спорю вхождение ключевых слов title description нет значения но не только на одном основе вы должны максимально адаптировать созданный контент под намерение пользователей и действительно уделять внимание дизайну почему я начал сразу с практики а не с теории это видео я решил проверить действительно обратите ли вы внимание на этот момент потому что часто видео бросают не досматривают до конца да это своеобразный эксперимент и поэтому помните что я важно всегда фокусироваться на том какой был контент до какой он стал после как часто конкуренты обновляют контент делают редизайн почему потому что нужно за ними всегда следить в продвижении сайта при отслеживании конкурентов это не статичная картинка это динамическая работа в которой вам нужно следить за контентом обновлять собственный контент и не забывать это делать по одной причине сайт который был в топ на 2020 году возможно в двадцать втором году будет находиться где-то на второй страничке по одной причине что он не следил за трендами не обновлял контент не вносил изменения на ресурс и таким образом сдулся поэтому если вас продвигали два года назад и есть очень высокая вероятность что у вас сайт возможно со временем свалится поэтому дерните своих специалистов с которыми работали два года назад если бы пакетная причина приостановили работу и конечно же пересмотрите контент это первое что вы должны сделать это само собой пересмотреть контент который имеет риск на просадку именно качественный контент является важным фактором в продвижении сайта и качество контента я показала на наглядном примере как вы видите качество контента сложно оценить в некой статике но на примере собственно изменения вы заметили что контент реально улучшился поэтому здесь могу сказать одно что качеством контента сложно выловить какую-то классическую метрику нет единой классической метрики как вы видите контент который я показывал ранее он в прошлом был хорош но сейчас оказался плохо именно по каким-то причинам он устарел он устарел на фоне другого контента поэтому когда вы работаете с качественным контентом вы не можете априори говорить что вот этот контент качественный просто он статично качественный помните это не монолиза хотя монолиза действительно качественный контент вы когда создаете свой контент у него есть критерий потери качества он может устареть во вторых кто-то создаст лучше такое тоже может быть ваш контент на фоне станет не таким привлекательным в третьих в нем добавятся определенные нюансы связи с времени то есть как бы это то же самое что устаревание но кто-то расширит дополнит тот контент который у вас есть ваш контент пусть и не устаревший но он не полный например окажется на фоне нового созданного контента и четвертый момент сама структура повествования вашего контента да то есть карт описание карточки товара дизайн карточки товара либо дизайн статьи устареет и пользователям будут это не интересно и допустим 4 такой момент который может изменить ину ваше качество контента это некорректность отображения на каких-то новых мобильных устройствах. Вспомните, буквально не так давно, уже, наверное, очень давно были раньше браузеры, так мы называем, мобильные. Раньше люди создавали мобильную версию по типу m.site.com. Все делали такие мобильные версии, сейчас их не делает никто. EMP страницы буквально недавно все массово делали, сейчас уже не делает практически никто. На самом деле, многие вещи имеют обыкновение устаревать. И если вы их какое-то время не внедряете, со временем они устаревают и отваливаются, и остаются мертвым грузом в нашем сайте, потому что вы забыли их модифицировать. Поэтому контент может устаревать, и, пожалуйста, обращайте на это внимание, когда вы работаете с ним. Ну и напоследок, давайте обговорим, какие все-таки тренды в контенте в этом году на сегодняшний день актуальны. Ну и, конечно же, первая традиция, которую можно смело сказать в этом году, это создание контент-комьюнити. Да, мы обратно возвращаемся к форумам. Но теперь это идет из разряда мессендеров. Групповые мессенджеры, закрытые группы в соцсетях. Это ваше комьюнити, которое вы набиваете своими подписчиками, своей лояльной аудиторией. Создаете каналы, на которых идет максимальное вовлечение. Это тот же YouTube. На сегодня это канал с максимальным вовлечением. По данным сообщениям вы просите аудиторию не забывайте нажимать на колокольчик. Собственно, я вас об этом сейчас тоже попрошу. Второй вариант, это закрытые группы в Facebook, закрытые каналы в Telegram, где вы постите только эксклюзивный контент, который подогревает интерес к пользователю. Поэтому тренды на сегодняшний день действительно это закрытые комьюнити. Я не говорю про email-рассылки. Email-рассылки действительно они стоят особнячком, они до сих пор не устаревают, но они не так. То есть трендом действительно является закрытые комьюнити, на что нужно делать. Как подогревать интерес к закрытому комьюнити, это конечно же контент, который там можно только скачать и загрузить из этого комьюнити. Например, вебинары, например, какие-то книги, либо какие-то инструменты предлагать со скидкой, то есть по каким-то промокодам, которые вы умудрились раздобыть для себя. Это то, что, как говорится, можно наладить как процесс для того, чтобы в ваш комьюнити непосредственно к вам приходила аудитория. Поэтому здесь, да, действительно нужно создавать свой комьюнити. Вне зависимости от ниши, будь то SEO-шниковой или, не знаю, там занимаетесь ремонтами, дизайном квартир. Следующей стратегией, конечно же, является на сегодняшний день в контенте, это оптимизация контента под нишевые запросы. Да, действительно, ключевые запросы до сих пор имеют значение. И оптимизация контента под запросы, по которым у вас низкие позиции, это то, чем можно заняться. Изучите запросы, по которым ваша страница могла бы показываться на первых строчках. Изучите контент. Входят ли эти запросы в вашу страничку. Если вы видите, что спрос на эти запросы есть, удлините ваш контент, добавив ответ на этот запрос, чтобы попасть в него. Да, иногда пара-тройка абзацев реально может сильно увеличить трафик. И, действительно, этим пользуются многие. Для этих целей используйте тулы для сбора поисковых подсказок. Можно в кей-коллекторе, можно там тот же бишь-сюджесте, да, либо, допустим, в том же хребс, всем рашу можно включить и в сербстате длинные запросы. Вот. Оптимальным вариантом, на что нужно обратить внимание, это, конечно, расширение своей контент-команды. Вот скажите честно, кто входит в вашу контент-команду? Напишите в комментариях, кто реально входит. Копирайтер, возможно, и, возможно, дизайнер. Ну, окей, там, контент-менеджер еще может быть, смм еще может быть. Ну, вот, условно говоря, я, скорее всего, уверен, что ваша команда состоит всего лишь из четырех людей. А есть ли в вашей команде видеодизайнер? А есть ли человек, который занимается аудиоконтентом? А есть ли в вашей команде человек, который занимается связями с общественностью и ищет, куда бы вас разместить, где бы вас прорекламировать, либо ищет людей для совместных эфиров с вами, для совместных статей? Кто у вас есть? Напишите в комментариях, вот просто, я, у меня такая-то команда, или у меня там всего один я и вся моя семья, и это все, что мы делаем. На самом деле, уделять внимание коммуникациям, распространению контента, аудиоконтенту, видеоконтенту, графическому дизайну сейчас архиважно. Просто без этого продвинуться сейчас будет очень тяжело. Я бы даже сказал, невозможно. Поэтому, как говорится, работа с контентом, она является максимально качественной. То есть, ей уже нельзя делать просто заказать тексты у копирайтеров, накачать картинки с интернета, закинуть в блог и ждать с моря погоды. Нет, это не работает. Сейчас нужно заниматься как созданием качественного контента, так и его дистрибуцией, и созданием его в разных форматах. Вот, конечно же, есть еще вариант такой, когда вы можете переназначать контент на разные направления. Яркий пример, это когда я записываю подкаст, но записываю его с видео, и поддельно видео заливаю на фейсбук и в инстаграм. Таким образом, я адаптирую контент свой только для инстаграма, и только для фейсбука. Но, допустим, не заливая этот контент на ютуб. Но он находится в инстаграме. Зачем это нужно? Аудитория может перейти на инстаграм, кстати, кто не в курсе, у меня там выходит видео, и посмотреть подкаст, если вы не хотите услышать, и видео, обычного видеофайла на своем смартфоне. Это же не трудно взять на смартфоне, и посмотреть это видео прямо в IGTV. Собственно. Также вы можете статью превратить, это цикл статьи, превратить в электронную книгу в формате EPUB или PDF, и отправлять ее по e-mail, либо закидывать ее в Telegram. Некоторым, например, неудобно читать статьи, а вот книжку полистать, допустим, в читалке там, или на планшете, милое дело. Поэтому можно переверстать статьи под электронные книги. Это действительно тоже очень важно. Конечно же, любая статья может стать классной, если вы будете добавлять видосы со своего YouTube-канала в свой блог. Видосы с обзорами на карточку товара в раздел видеообзора. Это тоже прекрасно работает и подогревает интерес, и улучшает качество вашего контента. Просто добавление банального видео. Вот. Также вы можете взять свое видео, расшифровать субтитры, превратить это в статью, и, конечно же, выложить где-то на каком-то источнике. Например, у себя в Telegram или у себя в соцсетях. И, таким образом, подогреть интерес, что у вас есть классное видео, которое стоит посмотреть. Поэтому перепрофилировать контент считается оптимальным. Это делают многие блогеры. Сейчас это делают практически все. Когда вы создаете контент, вы можете сразу его делать в разных форматах. Вам блогер написал статью, запишите видео в этой статье. Почему бы и нет? Сделайте хороший материал в разных форматах. И помните, что это тоже работает. Поэтому всегда изучайте новые тренды. Например, можно изучить новые функции. Например, можно использовать Google Discover. Можно использовать добавление сайта в Google Publisher. То есть, ваш сайт может с новостным контентом попасть туда. Вы можете добавить свой сайт практически во все сервисы подкастов и собирать оттуда трафик. Это не так сложно. Про это все у нас есть контент на нашем YouTube-канале. Вы можете поискать его. У нас все. Про это мы стараемся рассказывать. Мы ничего не скрываем. Поэтому, кто смотрит нас, знает это. А кто не смотрит, сегодня нажмите на колокольчик и подпишитесь на наш канал. Поэтому, я бы хотел сказать, что это все тренды. Нет, это не все тренды. Трендов гораздо больше. И на самом деле, здесь, я бы даже не сказал. Сейчас трендов становится шортс. Потому что TikTok завоевал определенную долю популярности. И все сервисы тоже их догоняют. Поэтому, сказать, что на этом все. Нет, не все. Поэтому, будем за этим следить. Рассказывать про новые тренды. Рассказывать, что изменилось нового. По поводу улучшения качества контента. Вы поняли, что контент это не просто текст. Контент это не просто картинки. Или не просто отдельно записанные видео. А это совокупность всех материалов, которые вы собрали воедино для пользователя. По его поисковому запросу. С вами был Николай Шмычко. Это канал SEO Quick. Всем спасибо и хорошей вам продажи.